Продолжение следует... 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 Чтобы мне там смотреть туда-сюда. Добрый вечер. Прекрасно. Спасибо большое. Гадости это тоже продвижение. Они нам помогают. Здравствуйте. Как вела. Отлично. Так. На ютубе пишут, что качество лучше. Марк, спасибо большое. ВК тоже нужен эфир пишет. Но ВК тоже тоже включила, тоже пока идет. Да, ребята, еще знаете, что я хотела сказать? Ютуб Ютуб на меня рассердился за некоторые за некоторые видео. Вот. Некоторые видео были удалены с канала и нам вынесли сразу же два страйка. Сейчас на ютубе очень мало про что можно говорить. То есть я не могу сейчас на ютубе говорить про какие-то заболевания. даже с озвучкой каких-либо болезней сразу же будет страйк. И вот в течение полугода прям прям будем так такие поверхностные эфиры вести, потому что поставили канал в теневой бан. Многие Многим не в если даже в поисковике заводят Лаврова Светлана, то там тоже у многих уже перестает высвечиваться. В каких-то либо странах, либо городах я туда не лазила, не разбиралась. Вот. Поэтому, ребят, у нас здесь, конечно же, будут эфиры. Вот. Но какие-то более откровенные они будут в ТГ, в Телеграме. Конечно. Вот. Возобновился вроде. Светлана, удачи вам в вашей деятельности. Да, ребят, все равно, все равно кому нужно, мы не потеряем. Вот. И мы будем немножечко прям разделять. Мы будем на канале Школа Автономии и на канале Школа Автономии я, наверное, выходные либо завтра, либо послезавтра проведу эфир Автономии. Мы там проведем эфир. А на канале Просветление мы в понедельник либо в среду проведем там эфир. И там мы тоже углубимся вот в эти моменты. А здесь я буду отвечать на какие-то ваши вопросы, которые не касаются определенных слов. Я даже некоторые слова даже вам не могу сказать, какие слова здесь произносить нельзя. Естественно, я это скажу в эфире уже в ТГ, вот, потому что ну прям прям совсем-совсем нам вынесли очень жесткие условия. И у нас осталось одно предупреждение, чтобы канал вообще полностью снесли. Вот, если что, подписывайтесь на резервные каналы. И с этого канала тоже у нас идут отписки. Идут не людей, а отписки идут, мне даже люди пишут, что пропал канал с Ютуба. Не можем найти. то есть отписывают людей и блокируют, что они не могут по-новому найти. Я не знаю, сколько это будет продолжаться, я не знаю, как это работает, вот, но на сегодняшний день вот у нас ситуация такая. А пока нет ваших вопросов, я бы вам еще, знаете, что показала? Вот еще одно из моих произведений. Вот, смотрите, ребят, это было сделано тоже под девочку, под очень красивую, нежную девочку. Вот, и здесь как раз мне шли камушки, это розовый кварц. Вот, и розовый кварц, он, многие, наверное, его знают, как такой нежный камень, камень любви, камень каких-то нежностей, мимичностей, но я вам скажу про розовый кварц немножко другое. Это как раз не столько розовый кварц, сколько это же каждый камень, это отражатель своего хозяина на данный момент. Вот, и как раз вот этот розовый кварц, он прям такой совсем-совсем нежненький, не знаю, насколько вам видно, Видите, прям не фокусируется. Совсем-совсем такой нежненький. Такими вот штучками интересными. На данный момент кварц кого выбирают, то есть это же не я выбираю, да, какие из чего делать определенные изделия. А это сам камень выбирает себе спутника на определенное время. Я сейчас объясню, что такое камень выбирает себе спутника. То есть когда есть запрос у человека и ты понимаешь, например, значение каких-то камней, значение их, знаешь, по шкале мост, их твердость, ты понимаешь, ой, вот этот вот камень, он просто классный, он просто великолепный. И вот такой-то камень, значит, он мне нужен или он нужен вот тому-то человеку. Но по факту это все работает вообще, ребята, абсолютно не так. если ты заглядываешь в человека, то глядя на него, ты видишь его свечение, ты видишь его свет, ты видишь его цвет. И как раз вот эту девочку, которой, под которую делалось вот эти четки, с ее светимостью, с моим видением ее светимости, наверное, так будет правильнее сказать, я пришла в лавку, в определенную, и начала смотреть, какие ей подойдут камни. То есть я предполагала совсем другие изначально, что у нее будут, но когда я пришла, я понимаю, что определенный камень выбрал себе спутника на какое-то время. И естественно, в ту лавку, в которую хожу, там нет большого разнообразия просто каких-то бусин, то есть они в основном все в изделии, только под заказ. Под заказ я уже заказываю, сколько мне нужно, какого размера, и только после этого мне везут уже в нитке определенный камень. И когда я пришла как раз в эту лавку, магазин так и называется, лавка просто, я понимаю, что это розовый кварц, и у меня изначально всегда, Мария, привет, у меня изначально всегда было такое, что розовый кварц это такой какой-то девичий камушек, такой вот весь такой игривый, в любовь, там еще что-то, но по факту это немножечко не так. Что такое розовый кварц, что такое тот хозяин, которому поедут завтра эти четкие? Это смотришь на человека, и это нежность, это та нежность, которую хочется оберегать, та нежность, которую хочется защищать, которую хочется носить на ручках, но к ней очень сложно подойти, к ней очень сложно подойти за счет того, что там такой неимоверный стержень, там такая сила внутри, там столько нераскрытой, сконцентрированной женской энергии, что не каждый мужчина, не каждый противоположный пол сможет это выдержать. И как раз розовый кварц это про внутренний стержень, это про концентрат женской энергии, это про ту силу, это про ту мощь, когда человеку ее необходимо выплеснуть, эту мощь, когда она готова раздавать себя, когда она готова дарить себя, дарить свою энергию, свое поле тому мужчине, тому единственному. Но чтобы его раздать, это нужно принять себя, принять себя не только со стороны, я все могу, принять себя не только со стороны, я такая девочка, девочка, а принять себя в свою огранку, в свою огранку, то, что как ты выглядишь и какой ты есть внутри, и это объединить, чтобы это было в единое целое, то есть смотрите, есть конфетка, и она может быть невероятно вкусная, невероятно там какая-то мягкая, твердая, еще что-то, и вот конфета это одно, и она упакована в фантик, фантик может нести в себе все, что угодно, он может быть красивым, а внутри невкусная конфета, он может быть некрасивым, а внутри просто изумительная конфета, и вот ты это этот стержень, но все, что снаружи ты транслируешь, это то, что видят окружающие, и когда ты в себе все объединяешь, вот это ты превращаешься в этот смачный кусочек торта, когда видно, видно, из чего ты состоишь, когда тебя видно в разрезе, когда ты принимаешь себя целиком, вне оберток, когда ты принимаешь себя тем, кем ты являешься, и розовый кварц, это как раз про ту нежность себя, которую ты принимая, возвращаешь обратно в этот мир. И кварц это не просто нежность, а кварц это на что он влияет. Если мы говорим о каких-то целебных свойствах, то люди, у которых руки, ногти, стопы, ноги, волосы, голова, то есть любые конечности, у которых есть какая-то небольшая проблема с ними, но в любом случае есть, это как раз этим людям очень хорошо тоже розовый кварц. Розовый кварц это то, те контакты, тот импульс, конечный импульс, когда ты принимаешь себя, тот конечный импульс, когда ты готов отдать себя. Это как раз та тоненькая пелена, которую ты готов уже как уже готовое яйцо, настолько готово, что уже готов вылупиться этот цыпленок в эту жизнь. У меня руна из розового кварца. да, Артем, это это прям клево, потому что это именно про стержень, это про ту мощь, которая скрыта внутри и снаружи как нежным ласковым одеялком покрыт. Вот это как раз про розовый кварц. Добрый вечер, а вопрос такой, зашел я в лавку, где всякие камушки продаются и смотрел на все с мыслью, что бы мне хотелось или пригодилось бы. В общем, внимание шло только на два розовых кварца с голубиное яйцо. В итоге их купил. для чего пока не знаю. О чем это может быть? Можно какой-нибудь комментарий? Ну, смотри, что ты боишься в себе раскрыть. Ведь очень много мы в себе не раскрываем каких-то вещей, потому что мы боимся неправильной ассоциации для самого себя. то есть что такое неправильная ассоциация для самого себя? когда например говоришь мужчине раскрывай свое женское то он думает женское что это такое? Это что там чулочки каблучочки? Нет, это не про это Что такое женская сторона? Женская сторона это интуиция женская сторона это это то что ты видишь этот мир то что ты знаешь этот мир но ты его обрезаешь потому что этого не может быть это это не так тут мы не приучены к этому это нам не говорили там и миллион миллион всего с позиции с жёсткой с мужской вот И кварц как раз в твоем случае, это то, что ты не можешь в себе принять, отталкивая что-то, потому что ты это интерпретируешь как что-то неприемлемое, что-то слишком нежное, что-то, что не в моем мире. Расслабься, посмотри на них, и если у тебя их два, то ты можешь ими просто жонглировать. Да, ребята, я что-то смотрю, у нас интернет сегодня прям очень-очень-очень нехороший, да? Ну, если что, отпишитесь мне. Если будет совсем сложно смотреть, то напишите, тогда прекратим. Вот, если еще есть вопросы, задавайте. Если нужны какие-то пояснения, то тоже напишите. Четкий, какие красивые, четкий глаз мне оторвать. Спасибо большое, да, они правда великолепные. Недавно узнала, что... Недавно узнала, что... Друзами можно расчесывать свое энергетическое тело. У меня из-за метиста чувствуется сразу взаимодействие. Да, завтра вам, завтра... Если будет интернет хороший, то я завтра вам еще одни покажу. У меня как раз пришел... Пришли еще камушки под другого человека. Я вам расскажу и покажу еще про... Про другие как раз... И с вами поделюсь с огромным-огромным удовольствием. Да, ребят... Задавайте вопросы. И у меня вообще, у меня очень, очень много камней, про которые я вам готова рассказать. Мне на Байкале подарили такие шикарные камни. И обработаны, и не обработаны. Не обработаны, это тоже, конечно, свой вайп. Это... Это просто чудо чудесное. От них такая энергия идет. Да, послушаю тогда в записи, а то ничего не услышал. Можно мне текстом отправить или на электронку? Нет. Нет, слушайте так. Нет, я, конечно же, не буду никому отправлять. Ребят, вы смеетесь, что ли? Нет. Нет, Алексей, послушаешь в записи. И все, что нужно будет. Я понимаю, что связь плохая, но мой эфир все равно он сохранится. Он будет на всех ресурсах, которые есть. Потому что ресурсов у нас все равно много. Все равно там можно будет посмотреть. Ну, очень жаль. Вот на ютубе вроде бы неплохо идет. Но там у меня ребята пишут, что выстегиваются. Да, ребята, еще смотрите. У меня сегодня была девочка на сессии на терапии. И мы с ней проходили вот эту терапию по финансам. То есть у нее достаточно крупная компания. И на сегодняшний день она говорит, все, что нужно для компании, то сейчас развивается очень хорошо. То есть это самое время, когда должен быть взлет. Но у нее почему-то идет падение всего это. Идут убытки. И когда мы начали разбирать, почему такое идет, то очень явно вышли на то, что есть... И это не только ее касается, это касается же большинства людей, что есть такое, что каждый человек по своим причинам, по своим каким-то концепциям, по своим социальным догмам, социальным нормам определяет, что должно быть... Что должно сколько стоить? Что должно быть безоплатно? И, конечно же, я с этим сталкивалась очень и сталкиваюсь постоянно очень часто, когда люди пишут, что вот это должно быть бесплатно, вот это вот вы должны бесплатно давать, вот это вот еще что-то. То есть никто же не говорит, ой, нет, и что ты там? Это должно стоить дороже. Вы же не приходите в магазин и не говорите, блин, у вас сегодня такой вкусный там хлеб, а вчера был такой невкусный, а цена одна и та же. Давайте я сегодня у вас вот этот хлеб куплю дороже. У вас же такого нет, как бы вы просто приходите и покупаете. Но есть такие моменты, когда чаще всего бывает, что вы говорите, ой, это дорого. Но что это дешево, это бывает настолько редко, когда вы говорите, это так дешево, это могло бы стоить намного дороже. И то, вы это можете сказать, что это могло бы стоить намного дороже только своим каким-то близким людям, чтобы подбодрить их, чтобы показать, что как цените вы их труд, их какую-то работу, их видение. Но другие почему-то очень часто всегда должны бесплатно что-то отдавать. Иди сюда. Боря, иди сюда. И когда у вас есть вот это вот восприятие, я даже не говорю, что вы что-то просите или не просите, но когда у вас есть восприятие того, что вам кто-то должен что-то дать бесплатно, либо дешевле, это всегда говорится о том, что вы себе запускаете процессы, что вы будете дешевый для кого-либо, что вы будете недооценены. То есть вы запускаете самому себе, я уже не говорю, что там в космос, во Вселенную, еще куда-то. Вы в своем видении уже говорите себе о том, что я знаю, что это должно быть дешевле. И как только вы обесцениваете кого-то, вы моментально обесцениваете себя. Если вы не готовы что-то отдать для других, то вы не готовы прежде всего принять, принять от кого бы то ни было. И когда мне, например, говорят там, ой, я очень, я действительно очень люблю делать подарки. Делать подарки – это не обязательно какой-то подарок, это не обязательно что-то денежное, это не обязательно что-то еще, но что-то приятное. Не важно, чего это касается. Если я понимаю, что я могу здесь заплатить больше, то я с огромным удовольствием это заплачу больше. И заплачу больше не потому, что я такая, какая-то не такая, какая-то там крутая, еще что-то, хотя может быть и крутая. А потому что я благодарна себе за то, что я могу давать людям максимум, давать людям больше. И когда ты четко понимаешь, что ты это можешь, то ты это можешь каждым разом делать все больше и больше. Юша, ты сейчас все перевернешь. Что ты там лазишь? Вот, поэтому как только у вас есть мысль о том, что кто-то делает это, а должны делать это безоплатно, то вы говорите сами себе, что я должен делать что-либо безоплатно. И как только вы это произнесли, вы действительно будете многие вещи делать безоплатно. Хотите вы этого или нет? Это так работает, можете проверить на себе. Ой, ребят. Опять про губы. Губы не деланные. Там стоят брекеты. Ой, Светочка, расскажи, если можно, у меня бусы есть. Из горного хрусталя и аметиста. Вот прямо такие, как четкие, только на шее. Они обалденные. Я их очень люблю, но надеваю редко. Берегу. Бережешь. А почему бережешь? Почему ты думаешь, что они должны испортиться? Ведь смотрите, камни, камни, они настолько благодарны за то, что они могут, могут жить. Они живут только, когда они выполняют свою функцию единения своей кристаллической решеткой, с кристаллической решеткой своего владельца. И когда они свою миссию, свою функцию закончили, они либо могут распасться, либо треснуть. Но у четок есть такое, вы их же постоянно перебираете, и они очень часто рвутся. И это очень хорошо, когда четки рвутся. И когда четки рвутся, вы их не выбрасываете, вы их просто переделываете на другую ниточку. И когда вы переделываете на другую ниточку, вы уже делаете другие запросы для себя. Но все, что они напитали, они в себе так и сохраняются. Просто у вас меняется запрос, значит, вы прошли этот жизненный цикл. Это касается и четок, это касается и бус, это касается браслетов, камней, сережек. Это касается вообще абсолютно всего, что может быть повреждено. То есть, если камень сам не лопнул, а просто порвался, то это замечательно. Вы просто их переделываете, перебираете, переплетаете на другую ниточку, закладывая в них новый смысл. Это можете делать вы, это может делать в любом мастерской, абсолютно не важно. Когда вы их одеваете, вы надеваете. Вы новый смысл, новое значение, новый цикл закладываете в них. У меня одни из любимых камней, это лабрадор, лабрадорит. Они немножко разные, но тем не менее. Мне кажется, он один из самых красивых камней. Я его очень люблю, и как раз на Алтае, по завершению, у меня была такая ниточка, может быть, если кто-то смотрел алтайские эфиры, у меня была ниточка, из него чокер. И в последний день у меня начала рваться около застежки, ниточка, прям перетираться. Хотя это вроде бы невозможно. Вот, и я поняла, что они должны отдохнуть, и их нужно перебрать. Их нужно перебрать с новым запросом выйти в новое видение. Вот, поэтому, если вы хотите носить их, вы носите, но вы должны их носить не просто потому, что они красивые, а просто потому, что хотите. Потому что горный хрусталь, это вообще... Что такое горный хрусталь? Это ведьмин камень. Но ведьмин не с плохой стороны, то есть ведьма – это ведущая. Это тот камень, что дает, избавляет от лжи. То есть вы будете очень хорошо чувствовать, когда рядом с вами будет человек, который лжет, который что-то недоговаривает, который лукавит. То есть как через чистое стекло смотреть будете. Вот, а аметист – это сила, это сила других миров. Если вам хочется носить, то, конечно же, носите. Если они у вас порвутся, либо что-то сделаете, значит, они прошли цикл вместе с вами. И это замечательно. Стоит их носить постоянно? Нет, все камушки, лучше вообще все украшения на ночь снимать. Вообще все. Потому что они должны отдыхать. И если, например, вы… Ну, не все камушки нужно мыть, хотя многие можно. Украшения под проточной водой очень хорошо мыть. Либо когда ходите в душ, то прямо смываете со всех украшений. Все смываете. Но на ночь лучше их убирать. И лучше, знаете, куда камушки… Чтоб у вас было какое-то место для камушек около… Около окна, например, да, если вы в квартире живете. Чтобы у них был доступ к свежему воздуху, к чистому воздуху. Так, давайте дальше. Добрый вечер, Светочка. Из Санкт-Петербурга жду, не дождусь марафона вновь. Да, скоро будет. А сережки тоже снимать на ночь? Ну, желательно снимать. Ну, мы очень часто не снимаем, я сама очень часто не снимаю. Но когда вы ходите в душ, тогда нужно прям с намерением, чтобы водичка попадала, и с намерением прям смывать. Да, Наташечка. Пишите еще вопросы. Пишите, я вам покажу, новый члены семьи, я показываю вам или нет. Смотрите, это Борис. Такой у нас. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, несколько лет назад мне подарил человек много бус из различных камней, и я не чувствую от них энергию. Это у меня чувство энергии не развито или ко мне не подходит. Но вообще нужно понимать, что кто подарил, насколько близок вам этот человек, насколько вы от него вообще хотите подарки. Потому что камни дарить, это такое дело непростое. И если вы не чувствуете, нет, это не то, что чувствительность, свой камень вы почувствуете. Либо вам на данный момент не нужны какие-то помощники в виде камней. Поэтому, если вы не чувствуете совсем эти камушки, вы можете с благодарностью их отдать, отнести куда-нибудь, к водичке можете отнести. У меня тоже были несколько камней, которые я не чувствовала, а если я их не чувствовала, значит, они мне были не нужны. Но они были очень красивые. Я их просто отнесла в горные речки, и они там очень хорошо вписались. Четкие в руках, да, четкие. Да, ребят, на ретрите, кто поедет на ретрит на Сочинске? Борис там тоже будет. Такой белый кролик, да? В параллельном мире. Кто поедет в параллельный мир? Кто поедет себя возвращать из других миров? Оксан. Ну, она сейчас не в России. Когда она приезжает в Россию, ну, по телефону. Так мы давно не виделись. У нас немножечко видения наши разошлись. Но я ее по-прежнему люблю. Она достаточно много сделала. Это опять я про бусы свои. А можно ли их использовать как четкие? Ну, если тебе их удобно, потому что, как четкие, нужно понимать, что, как ты их будешь перебирать. Там должны быть очень хорошо, четкие делаются, когда есть какие-то зацепки. То есть ты о чем-то думаешь, 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 потом раз на какую-то зацепочку наткнулся. Вот, они всегда бывают разные. Вот здесь вот, например, разного диаметра, обычные, четкие, 9 бусин, 10 миллиметров. Вот, и когда ты подходишь к своему месту, то здесь 8 миллиметров. Потом то, что ты себе сделал метку, 8 миллиметров, и пошли опять 10-миллиметровые. Вот, ты должен понимать, что где ты будешь, где твоя будет отсечка, когда ты будешь для себя входить в иное состояние. Поэтому, конечно, можно. Ребят, можно вообще все. Если вам это приносит удовольствие и радость, можно все. А можешь сама их доделать под себя. Это несложно. Я очень люблю делать четки. Я прям, я прям ухожу туда, я некоторые четки, я прям переделываю очень-очень долго. Вот эти вот четки, например, я переделывала, наверное, раз в пять переделывала. То мне не понравилось, как встали бусины. То мне не понравилась не того цвета кисточка. То мне не понравилось еще что-то. То мне показалось, что не хватает бусин, не хватает того, не хватает всего. То есть я так, достаточно так критично к этому отношусь. И мне проще переделать, чтобы я понимала, что вот когда я доделаю, я понимаю, когда я сажусь на них, смотрю, думаю, вот. Вот это прям легло. И тогда только я успокаиваюсь. А так я очень долго. Ну и смотрите еще. Вы можете бусины делать впритык, а можете оставлять немножечко места. Когда вы делаете впритык, они все равно подрастянутся. Но иногда хочется сразу. И я раньше делала впритык бусины, а сейчас делаю немножечко, чтобы было удобно. И так действительно не ждешь, когда они растянутся, а уже получаешь удовольствие. А ретрит какие числа с восем... Вот у нас там кошаки берутся. С восемнадцатого по 22 октября. Приезжайте. Чих, мы шпачки. Привет. Светлана, приветствую. Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, делали ли вы специальные практики для снятия блоков и зажимов в теле? Или во время практики без еды и воды тело само все поправит? Нет, тело само все не поправляет. Ему все равно нужна помощь. Ну, какие практики? Во-первых, я на протяжении, ну, минимум года, больше, наверное, уже. У меня обязательно, но если я куда-то не уезжаю из города, у меня, в принципе, обязательно идет раз в неделю это массаж всего тела. Прям такой достаточно жесткий массаж. Потому что мне сейчас нравится изучать вообще, как устроен человек. И я прямо иду, прямо в изучение. И я могу сказать, что если ты подвернул ногу, то у тебя заклинит, например, всю лопаточную часть. Хотя ты просто вроде, ну, слегка подвернул. Там не что-то совсем уж там на костылях ходил. Это настолько все влияет. И вот когда я улетела на байке, вот сколько времени прошло, я уже съездила на Байкал. И приехала к своей массажистке. И мы прям восстанавливаемся. Восстанавливается каркас, корсет мышечный. Потому что сдвигается от малейшего движения, сдвигается. А тут, когда вы переходите вообще на другой вид питания, на другой образ жизни, то представляете, как начинает меняться ваше тело. Тут, конечно же, нужны различные практики. Во-первых, растяжка нужна в любом виде. Кто-то йогу любит, кто-то там какие-то другие практики любит. Любые. Это обязательно массажи. И такие не просто поглаживающие, и не просто спины. А именно общий массаж, чтобы это были проработки прям каждого пальчика. От пальчика до макушки. От пальчиков ног до макушки. То есть это не то, что тут закончился. То есть это и уши, и здесь все кости черепные прорабатываются. Это прямо обязательно. Артем, я даже не знала, что есть такой ФТГ. Если честно, даже не знала. Вот, просто мне звонила, когда была в Москве. Документы приезжала делать. Поэтому ничего не могу сказать такого. Да и вообще с общением у меня, знаете как, я все меньше и меньше общительный человек становлюсь. Мне хочется побольше побыть наедине с собой. Мне хочется побольше заняться своими какими-то процессами. Я ухожу в написание книг, в чтение книг. С ребенком там занимаюсь. У меня даже с Байкала прилетели. Я должна была ехать еще в одно место. И не в два места вернее. В одно место уже понимала, когда сюда летела. Я понимала, что я не поеду уже точно. Потому что уже не было перебор общения с людьми. В другое место там должны были поехать в уединение. Очень-очень узким кругом. И в последний момент я узнала, что там еще будут и еще люди. И я тоже отказалась туда ехать. Потому что, ну, такой вот я отшельник. Ребятки, есть еще вопросы? Если нет, то я тогда буду заканчивать. Не могу сейчас прочитать ваши вопросы в ютубе, когда я смотрела. Потому что, я говорю, сейчас у меня очень-очень много функций заблокировали. Пока оставили канал до единого предупреждения. Но я так полагаю, что я не очень интересна вообще данной соцсети. Поэтому, наверное, каким-то образом что-то будет здесь меняться. Вот. Но ваши... Ваши... Ваши комментарии я читаю практически все. Но иногда я на них просто не могу ответить. Тоже не позволяет, не дает этой функции. Хотя я через VPN работаю. Ну, смотрите, вы у меня такие, такой вопрос, стоит ли использовать вот это, это или это. Я же не знаю, для чего, для каких целей вам стоит. Я сейчас озвучу, и люди пойдут это использовать. А для чего это использовать? Что вы хотите этим достичь, добиться? Нужно это тоже понимать. Нет такого, что нужно обязательно. В каких-то моментах что-то нужно подкорректировать. А в каких-то моментах лучше туда вообще не заглядывать. Ну что, ребятки, будем тогда прощаться. Я вас благодарю за вопросы. И еще раз вам хочу озвучить, что подписывайтесь на другие соцсети, чтобы не потеряться, если кому-то интересно. Все, и сделаем эфир в ТГ. Будем делать сейчас тоже там эфир. Ну, Наталья, это только вам решать. Все. Благодарю всех. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.